Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Созвездие рыбы. Начинается с 20 февраля и продолжается до 20 марта. В этот период проявите заботы о ступнях ног лимфатической системе. 20 февраля, день Луки, назван через преподобного отца Луки Эфесского. Сегодня пекли пироги с луком, ели их сами, а часть раздавали нищим. Считалось, что отданное с прибылью вернется назад. Поминали усопших предков. Живы родители, почитай, а умерли, поминай. Также старались не совершать плохих поступков, раскаиваться в грехах и делать только добрые дела. Анализировали свои мысли и поступки. Думали о том, как стать лучше и избавиться от недостатков. День считался наиболее подходящим для приготовления целебных средств и скореньев. Особую силу в этот день имела лобчатка. Ее цветки напоминали крест. Потому она считалась в народе могушницей, травой, в которой заключена сама крестная сила. Приметы этого дня. Чем больше милости подашь, тем больше получишь. Сегодня поминальный день, поэтому не играли свадьбу. Женщинам не рекомендовали носить платье зеленого цвета. Также делать покупки – это к неприятностям. И вообще, в феврале подаются лечению сердечные болезни. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. 17-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению. И поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается аналитики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания личности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!